В Брянской области размер минимального взноса на капитальный ремонт один из самых низких в Центральном федеральном округе. С 2017 года не превышает 6 рублей 5 копеек за квадратный метр. В других регионах эта цифра более 8 рублей. При этом качество ремонта и число обновленных домов в регионе растет. На 2020 год запланирован ремонт на 237 многоквартирных домах по 257 видам работ. Из них 192 крыши. Планируется отремонтировать инженерные сети в 30 многоквартирных домах. Установить коллективные приборы учетов в 19 многоквартирных домах. От регионального фонда капитального ремонта на заседании прозвучало предложение, чтобы жильцы новых домов, заселенных более трех лет назад, тоже платили за капремонт. Сейчас жильцы не платят взносы первые 5 лет после сдачи дома. Снижение этого порога парламентарии не одобрили. Мы считаем, что это непродуктивно, потому что когда ремонтируется вообще ремонт, ремонт проводится, то с гарантией на 5 лет. Но получается нонсенс, как 5 лет гарантия, а новый дом, который только запустили, у него будет гарантия 3 года. Это неправильно. Поэтому мы единогласно приняли это решение оставить, как и было. А вот другое предложение для поддержки бизнеса решено внести в план работы комитета. Парламентарии высказались за возможность снижения имущественного налога с 2 до 1,5%. 2% это серьезная нагрузка на бизнес и будет создана, сегодня мы проголосовали на комитете, где будет создана рабочая группа. У нас есть предложение правительству, чтобы эту нагрузку, налоговую нагрузку на бизнес снизить. На комитете парламентарии утвердили план работы на 2020 год и рассмотрели обращения от предприятий и организаций области. Екатерина Зойдина, Игорь Винничук. События. Брянск.